Что значит? Это новости на 24КЗ. С вами Динара Саду. Здравствуйте. В городе Гаягос необходима новая ТЭЦ. Имеющиеся котельные давно устарели и не справляются с нагрузкой. Вход включены даже резервные котлы. Между тем, жители свыше 32-этажных домов и владельцы ряда социальных объектов вынуждены отапливать помещение с помощью автономной печи. Ася Мутешева с подробностями. Сирикхан Карымсаков в многоквартирном доме живет четверть века. Он, как и его соседи, по-прежнему отапливает квартиру с помощью обычной печи. Мужчина, разменявший седьмой десяток, вынужден ежедневно таскать уголь на верхний этаж. Каждый год я топлю по 6,5 тонн угля. Это тяжелый труд. Я уже в возрасте. По три ведра приходится поднимать на второй этаж каждый день. Одно название, что мы живем в городе. В прошлом году к дому наконец-то провели трубы. Но сказали, чтобы мы за свой счет к ним подключились. Согласно генеральному плану города, вместо этих старых двухэтажек, которым уже почти 100 лет, должны были построить новые высотки. Однако в городе нет крупного теплоцентра. Поэтому реализовать этот план пока не получается. А существующие котельные не справляются даже с имеющейся нагрузкой. Два года назад на центральной котельной провели полную реконструкцию. На это потратили 248 миллионов тенге. Сегодня теплоснабжающее предприятие обслуживает свыше 60 жилых домов и порядка 10 социальных объектов. Состояние на центральной котельной сейчас где-то процентов на 60, более-менее удовлетворительно. Дополнительные объекты подключили. Поэтому сейчас котельные, они котлы, у нас получается без резерва работают. Чтобы проблему решиться, надо увеличивать мощность котельных. Вот сейчас у нас три котла, 4,4 гиккалории. Общие установлены 13,2. Этого мало. Надо еще хотя бы 10 гиккалорий добавить на котел. Город с населением 40 тысяч человек. Отапливают 6 котельных. Но даже при таком количестве мощности все равно не хватает. Наши котельные действительно устарели. Несмотря на проводимый ремонт, их изношенность составляет порядка 70%. Сегодня растущему городу необходима тепловая мощность в пределах 90-100 гигакалорий. Если мы построим новую ТЭЦ, то мы сможем построить больше новых жилых и социальных объектов. Устареливая ГОЗИ и теплосети в замене нуждаются порядка 60 изношенных труб. А вот новую ТЭЦ жителям придется еще подождать. Проект по ее строительству, который в очередной раз предложили местные власти, вышестоящие органы не поддержали. А с имутешивым идет Мирханов, 24КЗ, область Абай. 3 миллиарда тенге в этом году направят на развитие животноводства в Актюбинской области. А пристальное внимание в регионе уделят развитию молочных хозяйств и перерабатывающих производств. Подробности в следующем материале. Животноводство Мухаммедхан Карсаков занимается 12 лет. За это время количество скота в хозяйстве увеличилось в 100 раз – с 7 голов до 700. Молоко фермер сдает на переработку. За это государство выплачивает субсидии. В будущем он планирует открыть несколько комплексов европейского стандарта. Для реализации проекта необходимо более 3 миллиардов тенге. Летом производим до 10 тонн молока, зимой 5-6 тонн. Часть оставляем для телят. В следующем году планирую построить молочно-товарную ферму и поднять поголовье до 1200. Проект уже готов. Чтобы молочное животноводство в стране и дальше развивалось, фермерам хотят выдавать кредиты по 2,5% годовых. Предпринимают это для того, чтобы стимулировать переработку молока и выпуск готовой продукции. Руководители почти десятка хозяйств региона уже проявили интерес к проекту. Всех фермеров поддержит государство. Сейчас мы поставили перед ними задачу подготовить кормовую базу. Для этого необходимо осваивать орошаемые земли. Кроме того, скот должен быть высокопродуктивным европейской или американской селекции. Хозяйства должны перерабатывать продукцию, иметь собственную торговую марку. В области около 100 молочных хозяйств в прошлом году они произвели 386 тысяч тонн молока. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октябрьская область, 24КИЗ. Музыкальный ринг устраивают в Усть-Каменогорске. Там под аккомпанемент Дамбре детей тренируют в местной секции по боксу. Мастер спорта Ильяс Орасхан совмещает большой спорт с высокой культурой. Удары джеб под кюй Курмангаза ритмично исполняют его воспитанники. Бокс с национальным колоритом увидел Вячеслав Итлугин. А если он будет играть на Дамбре, постарайтесь в ритме двигаться, понятно, слышать музыку, двигаться под этот ритм и боксировать. Тренировки под ритмы Дамбры успешно практикует мастер спорта Ильяс Орасхан. Карьера на ринге стремительна, а музыка вечна. С такой установкой он готовит юниоров и весьма успешно. Быстрые движения в такт к мелодиям – это тоже стратегия. Музыкальные боксеры за 4 года тренировок завоевали больше 100 медалей. Причем международного образца. Вот так держат Дамбру, когда ты не играешь в ки. Понял? А вот так вот играет. Например, ты хочешь нажать на какую-то стрину, а это называется хвак. Это регуляция звуков. А еще Дамбра объединяет. В перерывах между спаррингами 10-летний чемпион области Расул Марат обучает игре новичка Данилу Вешкина. Начинают с азов. Держать удар Данил научился. А вот инструмент еще не совсем. Но музыкальный слух у парня есть. Значит, все впереди. Музыка, она меня вдохновляет. Когда я слушаю музыку, мне кажется, бокс – это второй танец. Ты выходишь на ринг и танцуешь, и выигрываешь этот бой. В такой обстановке растет интерес к спорту с культурным ликбезом. Ильяс Орасхан сегодня готовит 50 воспитанников. Еще столько же в очереди к тренеру Миламану. Прежде всего на тренировках наша задача – заинтересовать ребенка, чтобы ему было интересно. И в первую очередь интересно. Ну и второе – чтобы он учился чему-то. Настроение друг к другу поднимаем музыкой. У детей не чувствуется усталость благодаря этому. И они лучше начинают работать на позитиве. Вот в таком формате музыкальные боксеры Усть-Каменогорска проводят после тренировочные восстановительные упражнения. И, как мы сами видим, все это приносит результат. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. 24КЗ. Продолжаем выпуск. Лыжный забег прошел в Кокшитау. Так школьники решили поддержать национальную сборную на зимних юношеских Олимпийских играх. В стартах участвовали почти 200 юношей и девушек со всех районов области. Это один из самых излюбленных видов спорта среди акмолинцев, говорят организаторы. Сейчас лыжными гонками в регионе занимаются больше 10 тысяч человек. Сертификаты для получения нового инвентаря вручили 10 спортивным школам. Более 700 комплектов лыж приобрели по проекту «Лыжня в село» за счет общественного фонда «Казахстан-Халкна». Занимаюсь лыжами я, получается, 6 лет. Привлекает он меня к тому, что появляется интерес к бегу, больше наград дают, всякие призы. Достижения у меня есть в республике. Охота стать чемпионом, получается. Бегать в разные страны, ездить, бегать на лыжах. Все трассы чувствовать, просмотреть. Это уникальный проект. Именно с учетом особенностей этого региона, с особенностями традиций этого региона. И сегодня, вы знаете, очень успешно выступают наши юные спортсмены на юнических всемирных олимпийских играх. В честь поддержки впервые в истории Казахстана именно олимпийское золото среди юношей мы получили. И думаем, вот сегодня, вот они, будущие олимпийские чемпионы мира. Теперь о том, что происходит в мире. Международный суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в секторе газа. При этом высшая судебная инстанция не требует прекратить огонь в палестинском анклаве. Такое решение вынесено по итогам рассмотрения иска ЮАРа. В нем утверждается, что действия власти Израиля можно квалифицировать как геноцид. В свою очередь, Израиль подобные обвинения отрицает. Эксперты также подчеркивают, холодная погода и продолжительные нападения на инфраструктуру сделали газу непригодной для жизни. По данным палестинского Минздрава, с начала боевых действий в анклаве погибли свыше 26 тысяч человек. Израиль заявляет более чем о 1200 жертвах среди гражданского населения за аналогичный период. Объем торговли через Суэцкий канал упал до 42%. Нападения йеменских хуситов на воды Красного моря продолжают влиять на изменения маршрутов судоходных компаний. По оценкам экспертов ООН, количество контейнеровозов сократилось на 67% по сравнению с прошлым годом, а транзит нефти на 18%. Красное море и Суэцкий канал отмечают центральные пути мировой торговли. Теперь из-за нападения хуситов корабли огибают юг Африки и несут дополнительные затраты на топливо. Новый караван мигрантов из полутора тысяч человек движется в сторону американской границы из мексиканского города Топачула. Большинство из них выходцы из стран Южной и Центральной Америки. Люди отправились в дорогу после нескольких недель ожидания разрешительных документов. Центры обработки заявлений о предоставлении убежищу перегружены, и они опасаются, что этот процесс может занять долгие месяцы. Мигранты планировали получить выездные визы, позволяющие им добираться до границы с США на автобусах или поездах. Вместо этого нелегалов поселили в мексиканском штате Чиапас, в регионе с высоким уровнем безработицы и бедности. И на этом пока все. Хороших вам выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!